александр пишет добавить ли ничего не хотят те кто не понимает как работает система конечно конечно я согласен полностью у нас на канале помните специальный контент такой вот у нас существует он в общем недавно было сделано видео как раз к сожалению она слегка троллинговая не потому что хотел потролить человека который хотел как раз винчунь обновить и модернизировать его а хотел его обновить и модернизировать то что винчу не разбирается так ему пришли просто в голову это решил хайпануть тоже на венчу не на том что винчунь критикует вот я тоже сейчас по критикую и волшебную так вот сделаю такую вот такой переход от винчония к вообще к бокс молочи просто не наверное у него было в голове, что сейчас венчунисты все побросают в свой венчуни, к нему побегут. Ну, никто, наверное, не побежал. Я так думаю, что никто не побежал. Никому это в голову даже не придет. Потому что, ну, забегая вперед, для тех, кто не смотрел это видео, я скажу, что там просто я разбираю, я разбираю практически там, ну, не все, конечно, но первую часть всего этого видео, вот, представленного этим человеком, я разбираю целиком. И шаг его я разбираю. И то, как он предлагает там с цепными ударами работать, то, как он бун сау выполняет, и пак сау выполняет, и тан сау, как он тан сау он выполняет. Ну, слушайте, там уже осадит все. И этот человек не может судить о венчуни, просто потому что он не имеет никакого отношения к венчуни. А он пытается не просто критиковать венчуни, а он пытается его модернизировать, обновить все в тот же бокс. Какой смысл? Я не знаю. Но это хайп, это просто хайп, это просто модная такая тема, желание подхватить совершенно немыслимую аудиторию. Эта аудитория все равно не принесет ничего этому человеку. Они не станут у него учиться. Они придут, поражут и уйдут. Не знаю, на что он рассчитывает. Но это его дело, как говорится. Влад пишет. Привет, привет, Влад. Давно не виделись, точно. Но в теме всегда отслеживаю. Супер, супер, отлично. Так. Значит, дальше идем. Так что да, по поводу венчуни, модернизации какой-то. Ну, ребят, это смешные, конечно, вещи, когда пытаются что-то с чем-то смешивать и так далее. Я не знаю. Знаете, вот у меня был приятель. Замечательный человек. Я очень многому от него научился. Человек вел, конечно, разгульный образ жизни, весьма своеобразный персонаж, но при этом очень неглупый. И вот одна из его пословиц таких поговорок постоянных была «Лучшая враг хорошего». Вот, ребят, вот эти вот модернизации, это как раз из той серии «Лучшая враг хорошего». Это когда... Ребят, если работает, то работает. Если в вашем случае это не работает, может быть, дело в вас. Задумайтесь. Критикуют венчуни те, кто не занимались венчуни. Когда мы там отдельных людей, известных достаточно, видим, которые там говорят тоже, вот я венчуни занимался, я там долго занимался, но ничему не научился. Поэтому я считаю, что надо там вот это, это... Ну, ты же ничего не научился. Как ты можешь судить вообще о чем-то? Те, кто занимается венчуни, им не придет в голову вот это вот... Нет, нет, слушайте, вот клуб Эдуарда, помните, там есть они, они вводят какие-то, какие-то модернизации. Но опять они, ребята, идут не к боксу, не к постспорту, не к самооборонке какой-то, да. Они там или Чуань, например, к этому, да, присовокупили немножечко там, да. Ну, какие-то вот такие вот вещи. Какие-то отдельные, отдельные элементы чуть-чуть переработали. Но это вообще нормально. Это нормально не только для венчуни. Вот эти вот доработки, переработки какие-то, какие-то модификации тех же техник, но другие модификации, это норма вообще для боевых искусств. И, мало того, если вы посмотрите не на театральные шоу, где там шаолинские монахи демонстрируют одно и то же, а посмотрите на разных бойцов одного и того же направления, вы увидите, как по-разному они выполняют одни и те же техники. Это нормально вносить какие-то коррективы, под себя немножечко затачивать что-то, да. Это нормально совершенно, это правильно даже. Не надо повторять попугайски, то, что вам кто-то говорит, или то, что вам демонстрирует кто-то. Вы должны быть бойцом, у вас есть конкретная цель, победы постоянные, там, и так далее. Готовность боевая, постоянная, да. И с этой точки зрения, конечно, вы для себя немножечко притачиваете это боевое направление. Это нормально. Вот такого рода модернизация. Но нелепыми, мне кажется, слова, когда человек заявляет, что боевое искусство какое-то там, вот оно нерабочее, поэтому я сейчас вот здесь вот это сделаю, здесь я вот это сделаю, и у меня там все заработает. Ну, и смотришь на этого человека, ничего у него не работает все равно. Все так же вокруг говорильнее осталось. Смешно. Так, Влад пишет. Одно дело адаптация к современности, другое модернизация. Влад, извини, пожалуйста, прости. Я сразу, вот, модернизация означает адаптация к современности. От слова мода, современный. Опять приходим к велосипеду. Зачем придумать, когда есть все, работы. Да, совершенно верно, согласен, Влад, согласен. Формулировки просто здесь, да, ну, я понимаю, на ходу писал, поэтому так получилось. Да, окей. Хотя, вот эта вот адаптация к современности, тоже большой вопрос, хотя, наверное, какой-то смысл в этом есть тоже. Опять, почему? Потому что, ну, сейчас, наверное, не актуально то холодное оружие, которое когда-то существовало, да. Мало кто сейчас, наверное, ездит в метро с алибардой или ездит там в троллейбусе с мечом дау и так далее, да. С этой точки зрения, ну, наверное, какая-то адаптация к современности все-таки существует, да. В том числе рукопашных направлений, которые были когда-то заточены, в том числе, на работу против вооруженного противника, да. Сейчас у нас противники вооружены, как правило, ну, чем? Колище-режущими, да. Ну, это не такая уж сильная адаптация, потому что и в далекие времена те же колище-режущие практически были. Просто клинок сейчас короче у нас, да. Вот. Потом, чем еще? Ну, там труба какая-то или бита какая-то. Ну, это фактически аналог все тех же каких-то видов оружия, которые когда-то существовали, так ли. Ну, то есть тут адаптация, ну, условная весьма, да, наверное.